Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. С легким паром трамваи и автобусы. Генеральная уборка началась в транспортных парках Самары. Информационные технологии рулят. Авторы трех самарских проектов отправятся на стажировку в Хельсинки. Наведут мосты. Жители Крыма приедут на отдых в Самару. В Самаре ведется проверка по факту смерти полугодовалой девочки в больнице Симашко. Родители погибшего ребенка винят во всем врачей. По сообщениям Волга Ньюс, они уверены, дочку можно было спасти, если бы медики проявили побольше внимания к маленькой пациентке. Шестимесячной Арине стало плохо вечером 24 февраля. Родители вызвали скорую помощь. Машина приехала через два часа. Ребенка с матерью доставили в первую городскую больницу. Там они получили направление в больницу Симашко. Ближе к полудню девочка скончалась в реанимации. На руках у родителей есть заключение экспертов, где сказано, что причиной смерти стал инфекционный энтероколит, который повлек за собой серьезные осложнения. В прокуратуру они обратились с просьбой проверить, все ли правильно сделали в больнице. В прокуратуре промышленного района в настоящее время проводится проверка по факту смерти несовершеннолетнего ребенка в больнице имени Симашко. Кроме того, Следственный комитет по промышленному району также проводит проверку в порядке статиста 44-45 уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время процессуальное решение по материалу не принято. Проверка прокуратуры района также не окончена. У Ям нет шансов. В Самаре продолжается аварийный ремонт дорог после зимы. Наиболее загруженные улицы срочно ремонтируют, чтобы движение автотранспорта было безопасным. Как проходит работа, узнала Марина Матвейшина. Не красоты ради, а пользы для. С упорством перфекциониста рабочие придают каждой яме правильную яметрическую форму и выдувают из нее все до пылинки. Если этого не сделать, заплатка из асфальтобетона вылетит раньше срока. Все технологические нюансы контролируют специалисты МВУ дорожное хозяйство. Мелочей тут не бывает. На качество конечного результата влияет все. От пылинки в яме до температуры асфальтобетонной смеси. На термометре мы видим температуру 226 градусов. Верхняя граница у нее считается 230. То есть это в стопусе. А если горячее будет? Это смесь пережженная. Это брак. Она долго не пролежит, такая смесь, или растрескается. Сама смесь также предварительно подвергается проверке. Качество смеси проверяют, да. Берут пробу с завода и отвозят ее в лабораторию. Там уже на физико-механические свойства проходит она испытание. А если не пройдет? Если не пройдет, то партия, с которой была зная, она не будет приниматься. Аварийный ямочный ремонт дорог ведут сейчас одновременно на нескольких самарских улицах. Дорожники работают круглосуточно, но основной объем работы приходится на ночь, когда трассы наименее загружены. В этом году уже заделали 12 тысяч квадратных метров ям. Работы начались, как только позволила погода, с середины февраля. Литой асфальтобетон укладывается при температурах до минус 10 градусов, поэтому сейчас производить можно. На влажную поверхность литой асфальтобетон по ГОСТам разрешается укладывать. Вода выпаривается. Ямочный ремонт – меры экстренные, но действенные. Если все сделано на совесть и при соблюдении технологии, продержаться такая заплатка может и целый год. Автолюбители замечают – ездить по таким дорогам становится безопаснее. Видно, лучше стало. Хотелось бы лучше. Ямочный ремонт продлится до середины апреля. В планах заделать 37 тысяч квадратных метров ям. После рабочие начнут ремонт дорог картами. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Душ для трамваев сотрудники ремонтно-подвижного цеха привели в порядок вагоны. Почистят не только трамваи, а их в городе 424. Генеральная уборка коснется всех транспортных парков. На мойку отправляются 236 троллейбусов, 305 автобусов. Проследят за чистотой и коммерческого транспорта. Валерия Макарова подробнее. Надо умываться по утрам и вечерам. А не чистым трубочистам, стыд и слам. В Советы Майдадыра здесь должностная инструкция. Водные процедуры ежедневно проходит каждый автобус, выходящий в рейс. Частота машины на совесть ее водителя. Уборка начинается с салона, после и сам автобус принимает специальный душ. На все про все, вместе с салоном и снаружи, максимум 15 минут занимает. Самому приятно работать, когда у тебя автобус чистый. Во-вторых, конечно же, когда заходят пассажиры, я думаю, очень приятно, когда поезжают чисто, аккуратно автобусы, полностью вымыты, как внутри, так снаружи. А вот на уборку и мойку одного трамвая уходит не меньше 40 минут. И труд этот тяжелый, признается Валентина Уренева. Больше 30 лет она работала водителем трамвая. Теперь поддерживает в них чистоту. Вот сейчас нам дали хлорку, вот хлорку моем вагоны. Обеззараживал грипп, вот мы начинаем обеззараживать вот это вот все. Потом, значит, жвачку жуют, жвачку прикрепляют в сторону. Вот жвачку нам придется ножом оскабливать. Мойка процедуры для трамваев ежедневная. Однако раз в неделю перед техническим обслуживанием их ждет генеральная уборка. Вагоны прогоняются через моечную машину, плюс вручную домываются. И после постановки на обслуживание уборщицы вручную промывают с использованием моющих средств и техники салона. Если чистота муниципального транспорта нареканий почти не вызывает, то к коммерческим перевозкам вопросы есть. За ними, по указанию главы Самары Олега Фурсова, усилен контроль. Совместно с представителями ГИБДД сотрудники департамента участвуют в рейдах, где проверяется соблюдение правил пассажирских перевозок, а также частота подвижного состава. При обнаружении каких-то замечаний на водителей составляются протоколы об административных правонарушениях. Повышенное внимание к санитарному состоянию общественного транспорта неспроста. Для городских служб уже началась подготовка к месячнику по благоустройству, который стартует 1 апреля. А на 22-е запланирован общегородской субботник. Валерия Макарова, Василий Колдашов, События. Жизнь в городе должна быть комфортной. Первый шаг реформы местного самоуправления уже сделан. Нужно двигаться дальше. На заседании городской общественной палаты обсудили планы дальнейшего развития Самары. Способы укрепления связи между горожанами и властью. Комиссия по местному самоуправлению провела выездные проверки в Красноглинском промышленном и Ленинском районах. Выясняли, кто отвечает за внутриквартальные дороги, игровые и спортивные площадки. Члены общественной палаты увидели, а в городе все вроде бы распределено по собственности. У нас нет бесхозного имущества как такового. В ближайшее время необходимо определить собственников имущества, посчитать доходы в районах и решить, нужна ли дополнительная финансовая поддержка. Совместную работу по этому вопросу проведут департаменты имущества, финансов и городского хозяйства и комиссия по местному самоуправлению и ЖКХ общественной палаты Самары. Заплати долги и спи спокойно. 18 организаций города задолжали за аренду помещений и вовремя не заплатили налоги на землю. Причины недоимки выясняли на заседании межведомственной комиссии в городской администрации. Лариса Шалафаст расскажет подробнее. На межведомственную комиссию в мэрию пригласили организации, которые копят долги уже несколько лет. Так, Самарский подшипниковый завод не заплатил земельный налог на сумму свыше 16 миллионов рублей, а 126 миллионов не отдал в пенсионный фонд. Сейчас недоимку частично начинают гасить. У нас не был погашен еще налог НДФЛ. Вот НДФЛ у нас тоже было там 36 миллионов и практически вот при новом руководстве он полностью закрыт. Приступили частично вот к пенсионному фонду и плюс вот земельный налог, который закрывается. В числе давних должников и застройщик, который достраивает дом на улице Тухачевского. В пенсионный фонд фирма задолжала больше миллиона рублей, а долг по НДФЛ 500 тысяч рублей. Задолженность сформировалась вся где-то 14-15 год. В тот период, когда мы начинали строить дом, дольщиков было по соглашению с департаментом изначально 204. Сейчас их уже больше 300. Доплачивать они не хотят, идут в суды. Сейчас вот только началось движение в судах, заключаются мировые соглашения. Погасить долг представитель компании пообещал к июлю, когда дом будет сдан. Всего в списке неплательщиков 18 организаций. На заседании выяснилось, четыре компании уже погасили долги полностью. Это почти 2 миллиона рублей. Одна организация пообещала заплатить до 14 апреля. Действительно, работа нашей комиссии действует. И когда организации получают приглашение на нашу комиссию, в большинстве своем, если у них есть возможность, задолженность начинают гасить или даже гасит полностью. Выполнили ли организации свои обещания и заплатили ли по счетам, проверят на следующем заседании межведомственной комиссии, которая состоится летом. Лариса Шлафас, Сергей Баскин, События. Самарцам станут доступны новые туристические маршруты в Крыму. Экскурсионные программы представила делегация солнечного полуострова на рабочей встрече с областным министерством туризма. Представители регионов обсуждали перспективы туристического сотрудничества, а также спрогнозировали, что летом 2017 года поток туристов из области в республику сохранится. В этом сезоне акцент сделан на санаторно-курортное лечение. Кроме деловых встреч, в Самаре крымскую делегацию ждет участие в празднике на площади Куйбышева, а также экскурсии по знаковым местам города. Мы очень заинтересованы в том, чтобы не только к нам приезжали туристы, но чтобы и крымчане путешествовали по нашей стране. Тем жителям Крыма, которые будут приезжать к нам в Самару, я надеюсь на это, будет интересно посмотреть именно те достопримечательности и по экскурсиям Самары космической и запасной столицы Советского Союза. Это интересные проекты туристические, я думаю, они им будут интересны, учитывая, что логистика у нас уже хорошая между Самарой и Крымом, она образовалась. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре станцию метро «Российская» временно закрывали из-за подозрительного предмета. Инцидент произошел вечером в четверг. У КЛКС нашли бесхозный пакет, всех людей попросили покинуть метро. К месту происшествия вызвали полицию, МЧС и взрывотехников. Проверка продолжалась полчаса, ничего опасного внутри пакета обнаружено не было. Медику, который удалил пациентки гланды так, что она умерла, на два года запретили работать врачом. В промышленном районном суде Самары вынесли приговор Александру Великанову. Роковая операция состоялась 1 октября. Как отмечено в материалах уголовного дела, во время проведения местной анестезии, ледокаин попал в кровь, которая разнесла его по всему организму, отчего 28-летняя девушка умерла. Вину врач отрицал, но суд приговорил его к полутора годам ограничения свободы и запретом заниматься врачебной деятельностью сроком на два года. Также он должен выплатить потерпевшим миллион рублей. В интернете появилось фото нового самарского фонтана-дерево, который планируют установить в городе. Он изготовлен из бронзы и медных труб. Высота фонтана 6 метров. Его запланировано разместить в сквере на пересечении улиц Галактионовской и Полевой. Начать работы должны уже этой весной, когда в Самаре установится подходящая погода. Добавим, пробный запуск городских фонтанов запланирован на конец апреля. В постоянном режиме они заработают 1 мая. В Самаре области могут ввести новые ограничения на движение большегрузов по дорогам. Такую возможность рассматривают депутаты Губдумы. Аналогичные законы, предписывающие получать спецразрешения и маршруты, уже действуют в других субъектах России. В Самаре, возможно, он будет принят уже летом. Отметим, что в регионе традиционно весной ограничивают движение грузовиков, которые превышают определенный норматив нагрузки на каждую ось. Эта мера призвана сохранить дорожное полотно и не допустить образования колейности. Зима не хочет покидать Самарский регион. Выходные потепления ждать не стоит, предупреждают областные синоптики. Дневные температуры в субботу и воскресенье будут колебаться от минус 3 до 3 градусов. Ночами по-прежнему заморозки до 8 градусов мороза. Местами и вовсе до минус 14. Гололед на небе облачно с прояснениями. Возможно, небольшие осадки. Пришлось попариться, чтобы получить признание зарубежных экспертов. Три самарских инновационных проекта успешно прошли испытания на тренировке, которую провели специалисты из Финляндии. Самара уже второй год подряд становится участником программы «Стартап-сауна». В числе конкурсантов были представители других регионов. В основном все проекты так или иначе связаны с информационными технологиями. «Сауна» — это финская баня, и само название учреждения говорит о том, что для признания необходимо серьезно поработать и попотеть. Интеллектуальный конкурс проходил в региональном центре инноваций. «Стартап Самара» является партнером финской программы, а победители отправятся на стажировку в Хельсинки. Еще один бонус — бесплатный доступ на ведущую технологическую конференцию Европы. Большинство проектов сюда пришли для того, чтобы получить экспертизу от финских инвесторов, от «Стартап-сауны» в развитии своих проектов в плане выхода на глобальный рынок. Финляндия — она очень маленькая страна, и все финские проекты, они изначально целятся на глобальный рынок, тем они отличаются, в принципе, от России. Расскажите немного о названии, почему именно «Сауна». Название было придумано 8 лет назад, сколько существует «Стартап-сауна». Проекты в этой программе, они подвергаются самым серьезным испытаниям. Надо очень много работать, потеть, и это напоминает обстановку, когда находишься в сауне. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. В Самаре за экстремизм судят жители Узбекистана. Мужчина в соцсетях призывал к террору и поддерживал запрещенную в России группировку ИГИЛ. Поощрят за научное открытие. Губернатор Николай Меркушкин сегодня вручит премии ученым. Навстречу знаниям 190 самарских школьников сегодня отправились в Башкортостан. Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Все вам доброго, удачи!